Убираем изделие. Вот это льняное мех. Наташенька. Льняная накидка стала удачным дополнением к элегантному льняному платью. Как ни повернись, наряд сидит как влитой. У каждой участницы конкурса «Леди успех» свой образ. У одной загадочный романтичный, у другой стильный и смелый. Девушки с интересом рассматривают себя в зеркале, признаются в своем гардеробе. Такого туалета у них никогда не было. В обычной жизни я не ношу брюки. Могу подчеркнуть, поэтому сегодня, примерив вот такой костюмчик, в принципе, он мне понравился, поэтому чувствую себя очень комфортно. По магазину, как по подиуму, все изделия на девушках – ручная работа, эксклюзив. В этих нарядах ходили разве что профессиональные манекенщицы на самых модных площадках нашей страны. Теперь дефиле в льняной одежде ждет и участниц конкурса. Это одно из заданий финала, к которому они усердно готовятся. В этом зале зеркало уже шире, а движение динамичнее. Здесь встретились все 11 финалистов конкурса, которым профессиональные хореографы ставят танцевальный номер. Сейчас у девушек самый активный этап подготовки, ежедневные репетиции, постановка визитной карточки, танцевальных номеров. С ними работают профессиональные хореографы, но, конечно, самое главное – это у них участники. Как активно они будут готовиться к конкурсу, насколько они будут погружены в него, от этого, наверное, будет зависеть результат. Одни пока на публике держатся неуверенно, другие рассказывают, что сцена для них – часть жизни. У Дарьи Локтевой, скажем, за спиной богатый опыт дефиле. Уже не раз представляла коллекцию одежды из российского льна. Сейчас я на сцене выступаю, для меня это, наоборот, даже очень за счастье. Все молодцы, все стараются, все устали немножко, но я думаю, они справятся. Я им помогу, чем смогу. Ну а во всей красе девушки предстанут 20 сентября. Финал конкурса «Леди Успех» пройдет в ДКПЗ уже в эту пятницу. Екатерина Щукина, Алена Шипилова, Новости Вологды.